Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Это было 25 лет назад. Это было то время. Да. Чтобы у нас не путались с настоящим временем. Ну да, потому что... Строки посвящены и были написаны 25 лет назад о нашем городе. Заброшенный любимый город. Пустуют улицы в тиши. Бунтует тиф и страшный голод. Попробуй, только расскажи. Здесь смерть становится царицей и светит пасмурно луна. И опять невольной птицей несусь куда-то в облака. О, Господи, помилуй нас. Он все равно мне очень дорог. Пусть проживет еще хоть час. Заброшенный любимый город. Браво. Я в любом случае, опять же, пользуюсь данным случаем, хотя бы попросить всех бельчан и призвать всех бельчан, любите свой город. Даже те, которые не родились в нем, но живут. Любите свой город со всеми ее плюсами и минусами. Да, правильно. И не надо смотреть. Я очень часто смотрю. Я тоже был в Европе. Смотрел очень красиво. Но в любом случае все равно... Но все равно тянет на родину. Правда сюда? В любом случае тянет всех домой. Вот даже пусть, что у нас на сегодняшний момент не все хорошо с дорогами, что у нас не то, что нехорошо, вообще нету дорог в Бельцах. Люди не уважают... Опять же, это все зависит от воспитания людей. Люди не уважают друг друга. У нас все мы говорим. Едешь в Европу, все привыкли. Выезжают за пределы таможни из страны, сразу присягают ремень. Мусор не выбрасывают. Там очень-очень много качеств, которые, возвращая в страну, очень многие, не все, очень многие люди забывают об этом. Если мы все будем об этом помнить, не надо будет нам смотреть и развивать. То есть, если смотреть и идти по стопам Европы, я убеждаю вас, что Европа придет к нам и будет смотреть. Я из своего детства всегда помню эти надписи советского периода в троллейбусе. Совесть лучший контролер, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Эти слова были везде написаны. Не там чисто, где часто метут, а там, где не ссорят. В смысле, да. То есть, опять же, все зависит от общества. Учиться хочется пожелать нам еще раз учиться молодому поколению. Продолжение следует...